Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас минус 1 и снежок идёт, но его я чистить не буду, хотя он немножечко на асфальте есть перед домом, потому что днём будет плюс 1, а завтра снег, послезавтра снег, вообще, короче, в ближайшую неделю снег, но температура будет так, где-то 0, минус 1, так что это всё ерунда. Комментарии, какие комментарии? О, я в прошлый раз, помните, вам рассказывал, что одна статья была, что УАЗ Патриот очень быстро ржавеет, а следующая статья как раз была, что американцы восхищены УАЗом Патриотом. И вот Мэри тут в комментарии сложила 1 плюс 1, у неё получилось, что США восхищены, как быстро ржавеет УАЗ Патриот. Мне понравилось, я решил вам тоже сказать эту фразу. Так, дальше что ещё? А, ну вот, я упомянул, что в Крыму не было никаких, вроде бы, выступлений. Ну, нет, было. Вроде бы, было. Вот мне тут подсказали, что оно было. И на самом деле, вот я сейчас читаю, телеграм-каналы сообщили о задержаниях несанкционированной акции в Севастополе. Сегодня на площади Нахимова прошли два мероприятия, выставка новой техники коммунальных служб и несанкционированной акции в поддержку оппозиционного блогера, в кавычках, Навального. Т-т-т-т-т-т-т, значит, было оповещение. И что дальше? По оценке наблюдателей, собралось от 20 до 50 человек. Ну, в общем, да. Ну, было, да. Было, было, было. И прошло. А-а-а. А-а-а. Так, о, ребят, у меня тут, вот помните, мой ролик про «Вросший ноготь», он набрал уже 350 тысяч просмотров. И вот парень, очень интересно, пишет, его зовут Володя, он сказал, что сделал два прямых надпила на ногти. Вот, один сбоку, ну, то есть, вот, ну, ноготь, да, ну, только это не нога, а рука, да, нужно делать пропил посередине, как я там говорил, да, вот так, сверху вниз. Не до конца, естественно, пропил. Это чтобы «Вросший ноготь», да, вышел из-под краёв, и тогда, если вы пропилите, то ногти вот так вот сложатся, ну, как края, вернее, вот этой ногтевой пластины сложатся, как книжечка, и углы ногтей выйдут из-под, ну, из-под мяса, что ли, да, из-под кожи. А вот он говорит, что сделал два прямых надпила на ногти. Один сбоку, другой посередине. Через два дня уже не болит. Спасибо большое. Очень интересно. Ну, кому это нужно, конечно. Хотя эта болезнь очень популярна. Я помню, брат ходил, не знаю, он студентом был где-то на втором курсе, и вот тоже его ноготь мучил, он ходил на операцию. Вот такие дела. А это без операции очень быстро, я на себе пробовал, у меня с тех пор нормально всё с ногтями. Хаим пишет, я сделал вторую прививку, пока всё в норме. Ну, это Израиль, да, отлично. Очень я ему написал, что, видимо, не спутники, работают неплохо. Так, дальше. Оу, оу, Фейсбук заблокировал аккаунт Рогозина. А, ну чё, он посчитал слишком широкая рожа, да? Нет, что такое? Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Ой, вы не представляете, что будет, когда Путин убежит. Он тогда сам на Марс улетит, на неготовой ракете, и будет сам уголёк подбрасывать, чтобы ракета летела. Я так думаю, умер глава Челябинского трубопрокатного завода Александр Фёдоров. 68 лет. Ну, это, видимо, в Челябинской области это серьёзный чел, почётный гражданин Челябинской и Челябинской области, да. Отчего он умер не приводится. Так. Полиция извинилась перед женщиной из Петербурга за инцидент силовиком. Она сейчас лежит в реанимации. Ну, в общем, как-то так. Так. Власти Франции готовятся к введению третьего локдауна из-за коронавируса. Введите гражданина посла. Ну, вот, в общем, как-то будет. Я тут вот поспорил с одним своим комментатором, да. Он употребил слово на букву Ж. И вот он мне сейчас тут пишет. Я, конечно, сразу убрал этот комментарий, его предупредил. А он говорит, что это Раневская употребляла. Ребят, если послушать всех, да, то какие только слова не употребляются. Но у меня есть правило. У меня правило. Понятно? Всё. Слово на букву Ж не употреблять. Ну, уж другие там, на разные другие буквы. Вот. То же самое. Я, если человек случайно написал, то я просто удаляю этот комментарий, его предупреждаю. А если он этими словами выражается, да, выражает мысль, то я его просто удаляю и всё. Мне это не нужно, не нужно. Понятно, да? Мои правила. Пётр. Так, какой ещё Пётр? А почему тут было написано Пётр? Россия добилась снятия с обсуждения в ПАСЕ вопроса про Крым. А, это Пётр Толстой. Думаю, а при чём здесь Пётр? Так, сняли вопрос в ПАСЕ. И сейчас будут выборы в ПАСЕ. И там, наверное, будет какой-нибудь собутыленчик Путина, да, маленький такой. Да, участникам предстоит избрать главу ПАСЕ, заместителя генсекретаря Совета Европы, судей ЕСЭПЧ. Ну, судей тоже будут русские какие-нибудь, наверное, да. Я так думаю. Так, в Кремле назвали цель расследования о дворце Путина. Ну, и какая цель-то, какая цель? В Кремле давно знали о готовящихся псевдоразвлачениях. Ну, в общем, фигня. У Путина нет дворца в Геленджике. Нету. Ну, это Песков, да. Александр Невзоров прокомментировал вот этот вот фильм. Он интересно прокомментировал. Он сказал, что меня это не впечатлило, потому что такие дворцы – обязательный аксессуар любой абсолютной власти. Заболевание роскоши – это неизбежная болезнь всех, кто находится долго в власти. Ну, то, что смотрели 70 миллионов или 80, хоть 100, хоть миллиард – это ни о чём не говорят. Ну, посмотрели, сказали. Ах, и жена, есть что пожрать? Так, после более 30 детей… Слушайте, вот это уже начинается атака на Америку. Вот такие статьи на газете РУ. Более 30 детей спасены в ходе операции по борьбе с торговлей людьми в США. Торговлей людьми и, наверное, русскими детьми. Да, на органы продают. Баринец, какой-то полковник баринец, он всё время выступает. И он назвал ключевые цели российского ядерного удара по территории США. Это Белый дом, это Капитолий, атомная подлодка Ульяновск, Посейдоны, бла-бла-бла. Да, нехорошо это. Боятся они Байдена, вот что я скажу. Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе КММ в лохте. Ну, он сбил какого-то… Кто-то кого-то сбил, русский. Тот якобы его подрезал, а тот, значит, сбил его после гонки и… Ну, в общем, вот так как-то. Ладно. Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Вашингтоном. Да, уже готов, уже созрел. Так, и чё? По его словам, глава государства ответит «заимностью, если Вашингтон будет настроен на диалог с Москвой». Ну, помните, уже спрашивали у Байдена, собирается он говорить с Путиным. Тот перекрестился, осенил себя знамением и сказал «Да не дай-то Бог». Ну, нет, он так подумал. Ну, сказал он «Нет, не собирается». Так, Мясников рассказал об истинном отношении к российской вакцине «Спутник» на Западе. Очень интересно, ребята. Я сейчас прокомментирую Мясникова, а вы прокомментируете меня. Вот так и будем играть. Он отметил, Мясников, что западные врачи никогда не говорят плохо про данный препарат, а в профессиональных журналах он также этого не видел. Абсолютно точно. Просто эту вакцину не упоминают нигде, понимаете, кроме России. Не, ну ещё там в африканских странах и так далее. Он совершенно прав. Мясников в профессиональных журналах плохого ничего нет. Потому что просто ничего нет. Потому что эта вакцина не профессиональна. Она не прошла все стадии испытаний. В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения. Истребитель будет на кур ногах и так вот кур ногами будет перехватывать, перехватывать. У меня больше ничего нет в голове. Кроме того, что начали разработку. Уже даже назвали МИГ-41. Так, МИГ и всё. И он в Америке уже стреляет по Белому дому. Песков заявил, что Путин ответит взаимностью. Я уже говорил, я эту рожью уже видел. Всё. До свидос, Песков. Сиди там у себя. В Москве бухгалтер тайком выписывал миллионные прибавки к зарплате. Ну, правильно. Пока Навальный, Путин, Байден, Трамп. Она себе вот 15 лимончиков просто выписала и всё. Думала, что все отвлеклись, смотрят в телевизор. Мм, молодец какой. Какая. В центре Москвы начали перекладывать плитку. Опять? Зимой? Да, вот. На Пушкинской площади. Это чтобы эти не ходили, да? Навальновцы. Правильно. Врач назвала простые правила для похудения без жёстких диет и тренировок. Ребят, вот она вообще права, да. Ну, я её немножко перефразирую и скажу, что... Ну, вот она сказала так. Сбросить лишний вес. При попытке сбросить лишний вес не стоит голодать и придерживаться жёстких, низкокалорийных диет. Правильно? Потому что, если вы будете голодать, и то всё, 5 десятая, вы похудеете, да. Но потом всё вернётся. Нужно аккуратненько, аккуратненько, ступенечка за ступенечкой. Вот мне кто-то сказал, я похудел. Да, я похудел фунтов на 5, на 6. Вот. Что я специально для этого делаю? Я меньше ем мучное и сладкое. Совсем я отказаться не хочу отказываться. Потому что я дурно себя чувствую без пирожных и мороженых, да. Вот. Это первое. А второе я стал больше ходить. И немножечко занимаюсь железом. Вот видели, я вам показывал. Я вот когда себя просматриваю, да. Ну, ролик, который я записал, я его сначала просматриваю, а потом закидываю, да. Я вот этой штучкой смотрю и вот так вот развлекаюсь вот таким каким-то образом. Понимаете, это всё калории. Аккуратно, постепенно. Вот спустились на одну ступеньку, да. Хорошо. Потом ещё один рыбочек и ещё. Немножко задерживайтесь в том весе. Вот вы сбросили, допустим, у вас было 200, вы сбросили до 190, да, немножко в нём задержитесь. Понятно, да? Ну, ладно. Хорошо. Цукцванг Путина. Ну, это Геннадий Гудков рассуждает насчёт того, что у Путина выбор очень трудный. Цукцванг – это в шахматах такое понятие, когда куда не пойдёшь, всё плохо, да. И вот у Путина якобы такой выбор. Или этого Навального отпустить – это плохо, а если его оставить в тюрьме – это тоже плохо. Я думаю, что Путин так не рассуждает. И вообще Путину наплевать на всё вот это. Вот вы прикиньте, что в Беларуси творилось, да. Какие там были выступления. И что, результат какой? Ничего. А у Путина даже ещё сотой доли нет того, что в Беларуси. И причём, я вам сегодня сказал, я действительно так считаю, что сегодня вышли все, вот кто поддержит Навального. Понятно, да? Так что Путин даже не чешется, ребята. А он тут рассуждает. Ой, я пофантазирую, если у Путина остались остатки здравого смысла, бла-бла-бла. Фигня. Вот всё фигня. Понятно, да? Это я так считаю. Вы можете со мной не соглас... Опять Песков. Да сколько можно? А он специально ко мне, что ли, заходит? Всё, Песков. Вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. Кремль... Опять Кремль прокомментировал. Ну, в общем, да, я просто одну фразу скажу, что Песков сказал, что за Путина голосует гораздо больше народу, чем вышло за Навального. Ну, ладно, всё. Успокоились. Во, пожар, пожарчик, сегодня пожар. Тавда. Интересный сайт tavdinka.rf. Крупный пожар на площадь 200 метров в городе Тавда. Тавда. Ой, а улица-то какая вся стрёмная, ребята. Покосившиеся дома. И вот один покосившийся сгорел. Ну, все живы. Плохо. Или Тавда. Тавда, наверное. Не знаю. Иномарку разорвало пополам под Арзамасом есть погибший. Знаете, какую иномарку? Не просто иномарку, а BMW. BMW. Трудно говорить одновременно по-русски, по-русски. Вот. Да. Прикиньте, какая мощная машина пополам. Это означает, что? Это означает по встречке, ребята. Да. Иначе и не бывает. Вообще кошмар. Да. Вот эти встречки каждый божий день. У нас есть тоже одна дорога посередине, значит, полоса разделительная. Ну, и как бы во встречку можно попасть, да? Ну, на таких дорогах скорость 30 миль в час – это, ну, не знаю, 50-60. 30 миль – это сколько будет. А давайте глянем сейчас. Прямо я сейчас всё закрою и посмотрю, сколько это 30 миль в час. А это будет, вот, спид, вот набираю, мили 30. Это километры в час 48. Всё-таки это не такая большая скорость. А на трассах, я знаю, летят сотнями. Сотни, как минимум. Две участницы, пусть сирают, сбили полицейского в Москве. А чё это они? А Лёхина опять? И Люсиштейн. Люсиштейн какая-то. Когда ехали в машине. Ну, интересно. Так, задели бампером и наехали ему на ногу. Да, ну, их, конечно, задержали. Настоящее чудо. Во Франции впервые пересадили человеку руки. Не кистью рук, а от плеча. Вы можете себе представить такое дело? Это же, это вообще, я такого никогда не слышал. Но оно и впервые, да. Чё там дальше будет? Насчёт чувствительности, насчёт работы пальцев. Неизвестно, но пока руки прижились, понимаете? Сначала, значит, будут упражнения. Сначала пассивные. Ну, то есть, кто-то массажистом будет это делать. Потом будет стараться активно. Не знаю, чё будет. 15 часов была операция. Офигеть. Так, и твиттер. 54-летняя петербурженка Марина Маргарита Юдина, пострадавшая вчера от сотрудника полиции, находится в бессознательном состоянии в Петербурге. У неё серьёзная травма головы. Наверное, головой ударилась. А за ночь ей стало хуже. Находится в реанимации. Так, на следующей неделе запускаем сайт с рожами офигевших мусоров. Как и обещали. Не знаю. Я вот сейчас смотрю всё. Там буквально несколько человек. Один какой-то толстый полицейский пацана что-то таскал. Ну, и вот это. Ну, не знаю. Опять же, говорю, это... Слушайте, это даже вот у меня такая фраза. Это жалкое подобие на то, что происходило в Беларуси. Понятно? Да. Опс. Если вы сняли интересное видео сегодняшних протестов, прошу переслать копию туда-туда. Будем делать фильм о протестах. И вот парень правильно пишет. Лица протестующих только нужно скрывать, чтобы не помогать мусорам. А то некоторые выкладывают не думая. Да, 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 да. Так, что? Демура. Опс. Во, блин, меня Симоньян заблокировала. Симоньян заблокировала Демуру. О, ну это вообще война миров, да? Так, генпрокуратура РФФ вынесла... ...расистим гражданам... Это профессор Преображенский. ...вынесла расистим гражданам предостережение о недопустимости отказа от статуса холопов. Понятно, да? О, Троицкий. Не к ночи будет упомянуть. Я вчера про него говорил. У сегодняшних событий будет много последствий. Но одно уже ясно. Идиотский концепт согласованной акции протеста, за который больше 10 лет цеплялась наша оппозиция, приказал долго жить. Невозможно согласовывать протест с объектом этого протеста. Ещё бы революцию согласовывали. Ну, в общем, да. Кто бы сомневался. Сколько времени прошло, прежде чем они сообразили, что это глупость, да? Опа! Вот это Беларусь пишет. Русские. Не повторяйте наших ошибок. Не рвите глотки лозунгами. Полиция с народом. Вы наши дети и паре. Когда они будут вас пытать в районных мусоргских дестап, вас не услышат. Не дарите им и не суйте в их щиты цветы. Они окажутся на могилах, убитых зверьём протестующих. Проверено. Жёстко. Очень жёстко. Когда Захарова сядет на скамью подсудимых, хочу, чтобы вместо соблюдения её прав, ей показали этот твит. И вот Захарова пишет. Права нарушителей закона соблюдать необязательно. Вот такие дела. А, ну вот этот ролик везде-везде. Как задержанным на митинге подбрасывают наркотики. Дело Голунова так ничему и не научило полицейских. Да, вот прям ролик, да, и подбрасывают наркотики. Девчонки, по-моему. Нет, парня, парня. Нифига себе. Да, вот в карман прям сует-сует. Так, ботофермы уже работают. Здесь уже ничего не исправить. Мы рабы, терпилы, мирный протест, дерьмо. А я напомню, что сегодня был самый первый такой огромный, несанкционированный митинг в 122 городах России и 78 городах за границей. Да в России 122 города, по-моему, не наберётся всё вместе. Не знаю. Я не ботофермы, ребята, ни разу. Да, но вы терпилы. Да, вы рабы. Да, мирный протест. Вот как он сказал вот это слово на букву «Г». Это я так считаю. Вы можете со мной не соглашаться. Сегодня на Страстном бульваре протестующие взяли в кольцо группу ОМОНовцев. Ну да, вот вокруг. Как они тут забрались, не знаю. Посередине стоят ОМОНовцы со счетами. Угу. Сегодня не стыдно, пишет Павел Чиков. Сегодня было хорошо, хотелось бы ещё. В следующую субботу будет. Ну, посмотрим. Так, сегодня, когда историю пытаются фальсифицировать и поставить под сомнение нашу великую победу. Ну, это знаете что? Это про фильм «Зоя». Это, значит, вот это все слова, вот эти замечательные, говорит герой России, полковник Шаманов. Ну, это десантура, насколько я помню. Фильм «Зоя». Вышел на экраны. Ну, я могу посоветовать, просто почитать про неё. Чё там был на самом деле, понимаете? И был приказ Сталина, что сжечь деревни, те, которые попадались, ну, по ходу, значит, немецкой армии. Просто деревни поджигать и всё. Вот она этим и занималась. Хорошо это или плохо, ребята, это было давно. Так, вся лента в Навальном и хороводах в России. Я напомню, что 70%, и это очень оптимистично, хороводящих поддерживают аннексию Крыма, участие РФ в конфликте на Донбассе и вторжении РФ во внутренние дела Украины. Это горькая правда, ребята, пишет Роман Доник, ну, естественно, с Украины. Да так, да так. Они хороводят для того, чтобы поменять старого злого царя на молодого доброго. Тоже согласен. Так, ну и хватит, наверное. А, вот Алексей Венедиктов приводит, ну, Веника, знаете, да, приводит цитату Мартина Лютера Кинга. А, очень интересная цитата, кстати. Это наш, вот недавно был его день как раз. Трусец спрашивает, безопасно ли это, целесообразность спрашивает, благоразумно ли это, тщеславие спрашивает, популярно ли это, но совесть спрашивает, правильно ли это. И приходит время, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, её нужно занять, потому что она правильная. Мартин Лютер Кинг. Понятно, да? Её часто здесь цитируют, ну, цитаты, эти слова, да? Ну, это, знаете, на кого? Зюганов осудил призывы к молодёжи выходить на улицы. И вот пан доктор пишет, а как же стачки, революционные матросы, аврора, взятие зимнего, вот это всё. Ах ты, удило старое. Ну, в общем, да, вот такие дела, ребят. На сегодня всё. Я устал чего-то от всех этих Навальных. И я ещё до этого устал от Трампа с Байденом. Ну, сейчас у меня тут ещё Навальные. Ну, Навальный – это ненадолго. Всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад. Субтитры делал DimaTorzok